На Черноморском флоте назвали учение НАТО хорошим подспорьем. 15 апреля 2019 года РИА Новости на Черноморском флоте назвали учение НАТО хорошим подспорьем. Малый противолодочный корабль МПК-118 «Суздалец» во время празднования Дня военно-морского флота России в Севастополе. Источник изображения – РИА Новости, Константин Челабов. Москва, 13 апреля Новости. Российские боевые корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время маневров НАТО «Морской щит-2019», ставших для моряков хорошим подспорьем, сообщила пресс-служба Черноморского флота. Отряд российских кораблей, как рассказали в пресс-службе, выдвинулся в заданные районы, где занялся контролем и мониторингом подводной, надводной и воздушной обстановки. К группировку кораблей Черноморского флота усилили Большой ракетный катер «Шуя», Малый ракетный катер «Р-60» и Малый противолодочный корабль «Суздалец», а также противодиверсионный катер «Кенель». В ходе учения подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортеров БТР-82А миличного состава на Большой десантный корабль «Азов», выполнили переход в позиционный район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья, добавили в пресс-службе. После выполнения поставленных задач отряд кораблей и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования и приступили к выполнению мероприятий по плану повседневной деятельности. Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО «Морской щит-2019», которое послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки, отметили в пресс-службе Черноморского флота. Многонациональные морские учения «Морской щит-2019», в которых задействованные силы стран-членов НАТО и Украины, проходят в Черном море с 5 по 13 апреля. Право на данный материал принадлежат РИА Новости. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.